Как сделать ноутбук универсальным и подходящим для разных задач? У каждого производителя свой рецепт. Одни делают отстегивающуюся клавиатуру, другие встраивают еще один монитор, третьи вообще делают планшетно-десктопный Windows. Lenovo предлагает вот такой вариант — это 14-дюймовый ноутбук Yoga 500, он же Flex 3. К нам попала черная версия этой модели, которая выглядит может немного скучновато. На крышке приятный черный матовый пластик, на нем легко отстаются отпечатки пальцев, но также легко и стираются. Совсем другое дело с рабочей поверхностью, которая пачкается довольно сильно. Часто в обзорах можно встретить фразы про микрофибру, но давайте откровенно говорить, кто из вас протирает ноутбук тряпочкой. Корпус Yoga кажется тонким за счет хитрых скошенных боков. Утолщается он где-то там далеко, где нам не видно, поэтому ноутбук кажется тоньше, чем он есть на самом деле. Крышка открывается тяжело, уступов никаких нет, поэтому открывать ноутбук нужно двумя руками. Разворот на 360 градусов позволяет чувствовать себя комфортно как при работе за столом, так и на диване, так и в кресле самолета. Если не нужна клавиатура, просто разворачиваем ноутбук в планшетный режим и пользуемся им как планшетом. Очень большим планшетом. В нашей модификации установлена 14-дюймовая IPS-панель с разрешением Full HD, поверх нее защитное стекло, ну и естественно экран сенсорный, иначе весь этот финт не имел бы никакого смысла. Яркость матрицы не очень, ее постоянно хочется повысить, даже в помещении, про солнечный день говорить даже нечего. Цветовой диапазон подкачал, зато углы обзора никого не разочаруют, и комфортное разрешение 1920 на 1080. Бюджетные модификации Yoga 500 оснащаются матрицами TN и разрешением поменьше. Сверху глазок веб-камеры, ее качества вполне хватает для видеозвонков Skype, она больше и не претендует. Вся рабочая поверхность чуть утоплена, и вокруг нее есть тонкий бортик из мягкой пластмассы. По-видимому, придумано было для того, чтобы защитить экран от царапин, но на деле его постоянно задеваешь руками, да и в щель будет забиваться пыль. К клавиатуре и тачпаду претензий нет никаких, разве что нет цифрового блока, если кто-то к нему привык. Ход небольшой, мягкий, расстояние между кнопками приличное, сами кнопки стандартного размера, поэтому никакого привыкания не понадобится. Кроме того, клавиатура оснащена двухуровневой подсветкой. В продаже естественно появятся ноутбуки локализованные с кириллицей, это наш тестовый экземпляр и на нем только латинские символы. Тачпад крупный, с серебристой каймой вокруг, палец по нему скользит отлично, кнопки встроенные, они немного шумноватые и туговатые, в общем на любителя. Больше ничего здесь нет, никаких светящихся кнопок питания и прочих украшательств, скромно и со вкусом. Вся остальная красота на боковых гранях, спереди ничего нет, сзади все пространство отведено под две решетки системы охлаждения, причем левая из них фейковая, вентилятор выдувает теплый воздух только через правую. Кстати еще один нюанс, если повернуть йогу в планшетный режим и лечь на диван, то выдув будет заблокирован, не очень хорошо. Разъемов предостаточно. Слева расположен замок Kensington, разъем для блока питания похожий на USB, USB 2.0, картридер, порт для наушников или гарнитуры, кнопка отключения автоповорота экрана и регулировка громкости. С правой стороны HDMI Ethernet 2 USB 3.0, плюс кнопка питания, которая оснащена светодиодом. Она, кстати, очень тугая и не информативная, поэтому совершенно непонятно, нажалась она или нет. Ноутбук не только приятный и удобный в работе, но и производительный. В нашей модификации оказался процессор Intel Core i5-5200U, двухъядерный чип с поддержкой турбо-буст и хайпертрейдинг. Частота у него 2,2 ГГц, а в режиме Turbo Boost она увеличивается еще на 500 МГц, и есть варианты как послабее, так и посильнее с Core i7. Видео подсистемы еще интереснее. Встроенный Intel Graphics 5500 инженерам Lenovo показалось мало, поэтому они добавили в ноутбук еще дискретный адаптер NVIDIA GeForce 920M. Не сказать, что это сделал из Yogi 500 сразу игровой ноутбук, поэтому решение довольно странное. С нагревом проблем особых не будет, но температура в дальней части рабочей поверхности возрастет до 40 градусов. С обратной стороны в том числе. В нашей модификации установлено 8 ГБ оперативной памяти, но есть варианты с четырьмя. То же касается и накопителя, может стоять как жесткий диск, так и SSD. Здесь установлен только SSD Light-On объемом 256 ГБ. Это немного, зато он быстрый, чтение 518 МБ в секунду, запись 449. Что касается автономности, то Beta Reader показал почти час 40 в стандартном тесте и 5 часов в режиме чтения. Не выдающийся, но вполне адекватный результат. В целом, Yogi 500 очень клевый и приятный в работе ноутбук с фантастически удобным шарниром. Он производительный, с отличной клавиатурой, приятным тачпадом, у него IPS-экран и бесшумный SSD внутри. А большое количество модификаций позволят подобрать наиболее подходящую комплектацию ноутбука. Субтитры создавал DimaTorzok